МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН в студии Евгения Салфудинова. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Проведены ремонты в группах, заменены окна и асфальт. То, как преобразились детские сады Магнитогорска во время рабочего объезда, оценил глава города Сергей Бердников. Он работает на производстве почти два десятилетия и является наставником для молодых коллег. Оператор поста управления участка приемки огневой зачистки горячих слябов ККЦ Евгений Крылов был награжден почетной грамотой ПАО ММК. Более 500 участников со всей страны, три спортивные дисциплины. Четвертый фестиваль «Легенда Урала» состоялся на озере Банна и по традиции получился ярким и масштабным. А начнем мы наш выпуск с трагической новости. Магнитогорский иномарка насмерть сбила 10-летнюю девочку. Резонансное ДТП произошло 21 августа на левом берегу на улице Полевой. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу в неположенном месте, а водитель автомобиля Киа Спорт Эйдж находился в состоянии алкогольного опьянения. Это место страшного ДТП, которое произошло в минувшие выходные в Магнитогорске на улице Полевой. Дома 24 на девочку, переходившую дорогу, совершил наезд автомобиль Киа Спорт Эйдж. Водитель-мужчина, 1973 года рождения, управляя автомобилем Киа Спорт Эйдж, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход, 10-летняя девочка, от полученных травм скончалась при транспортировке в медицинское учреждение. По данным ГИБДД, за рулем Киа Спорт Эйдж был опытный водитель. Его стаж вождения 16 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он ранее не привлекался. Также сотрудниками госавтоинспекции было установлено, что в момент совершения дорожно-транспортного происшествия водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Показатели паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,3 мг на литр. В отношении мужчины возбуждено сразу два дела – административное и уголовное. За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права на управление на срок до двух лет. А за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, водителю грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, ч. 4, ст. 264 УК РФ, нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сборы закрепления доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявление обвинения. Расследование уголовного дела продолжается. Местные жители называют эту трагедию показательной. Она в очередной раз обнажила существующую проблему. На Полевой не так давно появился хороший асфальт. И с тех пор улица стала взлётной полосой для автолюбителей. Машины здесь гоняют с огромной скоростью. Это при том, что видимость для пешеходов ограничена. С одной стороны, автомобили появляются из-за крутого поворота. С другой они словно возникают из-за горки. При этом поблизости нет ни пешеходных переходов, ни искусственных неровностей. Здесь проблема вообще самая главная с пешеходными переходами. Два пешеходных перехода на всю улицу, улица около двух километров. Тротуар там за трубами, тут пройти вообще нельзя. Там, где тротуар, с одной стороны идёшь, он кончается. Ни пешеходного перехода, ничего. Упёрся просто тупо в такую землю. Мы уже с 2014 года здесь живём. Дорога была старая, машины так не ездили. А как вот за асфальт заменили, у нас три смертельных случая здесь уже. Да. И двое мужчин, вот ребёнок. Всего в текущем году на территории Магнитогорска зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, в котором один ребёнок погиб, 27 получили телесные повреждения. В семи таких авариях была зафиксирована вина детей. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно просят родителей напоминать юным участникам дорожного движения о том, насколько опасной может быть халатность на дороге. Евгения Солхудинова, Денис Иванов, Телекомпания, ТВИН. Продолжаем программу. За высокий профессионализм, почётной грамотой ПАО ММК был награждён оператор поста управления участка приёмки огневой зачистки горячих слябов ККЦ Евгений Крылов. За 19 лет работы он зарекомендовал себя как ответственный специалист. Кроме того, коллеги его ценят и за человеческие качества. С опытным металлургом познакомилась наша съёмочная группа. Кислородно-конвертерный цех – один из самых жарких и загруженных на ММК. Именно он является основным поставщиком стали для листопрокатного передела. А участок приёмки и огневой зачистки – последнее звено в производстве слябов. Именно отсюда он отправляется потребителю. Работа в ККЦ кипит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. При этом, конечно, жара. А по работе, когда большой объём, тяжело. Металл идёт, идёт, у нас же конвейер, производство непрерывное. Оторваться невозможно. Евгений Крылов трудится в ККЦ на этом участке уже 19 лет. Как оператор поста управления, он принимает слябы с машин непрерывного литья заготовок. Все они разной длины, ширины и сечения. Евгений Валерьевич их сортирует и готовит к отправке. Здесь работал мой отец. И вот 19 лет назад, как раз в тяжёлые времена, позвал сюда, теперь династия получилась. А заканчивал тогда ещё манитогорский строительный техникум. Специальности механика. Теперь Евгений Крылов уже сам выступает в роли наставника. Он обучает молодых работников азам сталилитейного ремесла. Научим правильно работать, потом нам всем будет легче. В коллективе же работать. Прочи, когда все друг друга понимают. Когда мы здесь хорошо сработаем, уже машинистам будет легче. Им меньше там мучиться с металлом перекладывать. Причём самого Евгения Крылова в коллективе ценят не только за профессионализм. Он человек интересный и увлекающийся. В свободное время участвует в велопробегах, ходит в горы, сплавляется. Одним словом, ведёт активный и здоровый образ жизни. Это сказывается и на производстве, и на здоровье человека. И в коллективе его уважают за это, постоянно интересуются, где он был, как, что, где какие места красивые видел. Всем рассказывает, показывает, рекомендует места, куда можно съездить отдохнуть. Почётная грамота по ОММК не единственное достижение Евгения Крылова. Ранее он удостаивался признания по профсоюзной деятельности. Сам оператор поста управления в своём профессионализме не сомневается. Но эта награда стала для него неожиданностью. Хотя больше всего Евгений Владимирович ценит в своей работе не громкие титулы, а уверенность в завтрашнем дне. Ремонт игру, благоустройство территории и закупка нового оборудования. Как преображаются детские сады, Магнитогорска оценил во время объезда глава города Сергей Бердников. Детские сады, как маленькие цветущие городки в центре жилых кварталов. Особенно летом. Кругом шикарные клумбы и новое игровое оборудование на площадках. Есть даже свои огороды, как в детском саду номер 11. Глава мимоходом поинтересовался, что растёт на грядках и какой юной аграрии ждут урожай. В благоустройство территории вложено много труда и заботы не только сотрудников садика. Безусловно, огромную помощь оказывает город. Так всю эту красоту прячет от вандалов новый высокий забор. А дороги вокруг здания были недавно заасфальтированы. Те дошкольные учреждения, которые мы сегодня видели, везде замена произошла асфальтовое покрытие. Что является и безопасным, и улучшением условий. Потому что детки могут и рисовать на асфальтах, и на самокатах кататься. И другие различные виды деятельности происходят уже в безопасных условиях. Немалые средства вкладываются в многочисленные ремонты помещений. Приобретается новое оборудование. К примеру, в садике номер 72 совсем недавно полностью преобразили группу для детей с нарушением речи. Закупили логопедический комплекс тренажёры и игры. Вашему вниманию представлена одна из игр. Ребёнок либо парами могут поиграть самостоятельно. Игра на дифференциацию звуков «Ол» и «Р». Помоги клоуну, убери в корзинку предметы со звуком «Л». Также глава побывал в детском саду номер 3. Везде показывают не только обновлённые помещения, но и то, что ещё предстоит отремонтировать. В целом же ударная пятилетка по благоустройству садиков и школ в Магнитогорске прошла плодотворно, подытожил Сергей Бердников. Мне очень понравились те коллективы, которые на садиках работают. Они действительно сегодня вкладывают очень много души человеческого. Каждый садик по-своему обустроен. И причём не в рамках наших муниципальных каких-то решений, а вот есть то, что своё от коллектива. И причём в каждом садике всё по-разному. Это радует. Сегодня очередей в дошкольные учреждения в городе нет, сказал глава, а также сообщил, что в этом году в Магнитогорске уже ведётся строительство нового детского сада. Юлия Черешнева, Алексей Вичинкин, телекомпания «ТВИМ». Магнитогорский многопрофильный лицей при МГТУ к новому учебному году готов на все 100%. Уверенно подводят итоги ремонтных работ на территории учебного учреждения и его сотрудники. Оценить изменения руководство лицея пригласило нашу съёмочную группу. На базе многопрофильного лицея при МГТУ два корпуса. Один для младшего звена расположен по адресу Ленинградская, 3. Второй для старшеклассников базируется на набережной 24-1. К новому учебному году в обоих зданиях довольно солидного возраста провели косметический ремонт. В пищеблоках появились качественные вентиляционные системы. В коридоре установлены новые раковины для мытья рук. Осуществлён капитальный ремонт санузлов. Были обновлены входные группы. На прилегающей территории учебных корпусов заменили асфальтовое покрытие. Площадь образовательных учреждений обнесли добротным ограждением высотой 2 метра 20 сантиметров. Теперь оно соответствует требованиям безопасности современной школы. Это невозможно представить вот этот объём работы, колоссальный объём работы и финансовые большие вложения. Это, конечно же, город, муниципальный бюджет и асфальтовое покрытие, ограждение, санузлы. Это большое спасибо и главе, и вообще муниципальному бюджету. Плюс, конечно же, это наши большие помощники, это наши шефы. То есть это наши вот такие друзья и помощники, которые в ежегодном формате, ежегодно нам помогают. И это большая работа их по обновлению нашей вентиляционной системы в наших пищеблоках. Ну и, конечно же, отдельные слова благодарности хочу сказать и нашему депутату Иванову Вадиму Владиславовичу. Он ежегодно помогает тоже по мере сил. Среда определяет сознание. По такому принципу ежегодно готовят многопрофильные лицеи при МГТУ к новому учебному году. Если какие-то преобразования, пусть даже не масштабные, а локального характера, то, несомненно, качественно и на совесть. По проекту по аналогии с корпусом для старшего звена, учащиеся под чутким руководством педагогов, расписали фойе здания для младших классов. В общей сложности в двух зданиях МГМЛ обучаются порядка тысячи ребят в 50 классах. Роман Конев, представитель одной из шефских организаций лицеем производства металла с покрытием ПАО ММК, к учреждению относится с особой теплотой. В свое время здесь обучались его родители, он сам. Сейчас в 11 класс перешел его сын. Школа меняется, школа становится передовой. Одна из ведущих школ в нашем городе. Я, так как сам ученик бывшей этой школы, знаю, что такое шефство, что такое правильное шефство. И всегда стараемся помогать, в том числе людьми, людскими ресурсами. Школа – это святое. Планы на перспективу по преображению учебного учреждения у руководства лицея есть всегда. На сегодняшний же день, исходя из реалий, можно констатировать. В новом учебном году обновленные многопрофильные лицеи при МГТУ готов предоставить ученикам качественные и комфортные условия для обучения. Дина Наумова, Виктор Исаев, Телекомпания, ТВИН. К другим темам. Для кого-то отличная перспектива отдохнуть и потренироваться, для кого-то уникальная возможность пообщаться со сверстниками. В загородных центрах «Уральские зори» и «Горные ущелья» отдохнули дети с ограниченными возможностями здоровья. Какие условия для них были созданы в учреждениях и какие впечатления получили ребята, расскажем в нашем сюжете. Отдых 10-15 секунд. Выход под водой, волной дельфин до половины бассейна. Эти спортсмены внимательно не только слушают тренера, но и улавливают каждый ее жест. Подопечный Евгений Литвинчук – глухие и слабослышащие дети. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, ребята достигли немалых успехов в спорте. Кто-то выступает на соревнованиях в составе сборной города, области и даже страны. Каникулы – не повод для отмены тренировок, а в «Горном ущелье» их еще можно совмещать с отличным отдыхом. В этом году мы поехали специально в «Горное ущелье», чтобы попасть на тренировки в бассейн. Бассейн прекрасный, вода чистая, солнышко. Ребята и купаются, и загорают, получают витамин D параллельно. Нравится все абсолютно. Сегодня на базе центров отдыхают два таких отряда – из Магнитогорска и Уфы. Кроме того, в этом году уральские «Зори» впервые принимали детей с сахарным диабетом первого типа и детей с тяжелыми заболеваниями, находящихся в ремиссии. У этих ребят помимо гаджетов в сумках специальные аппараты. Каждые два часа братьям Васильевым необходимо корректировать уровень сахара в крови. Несмотря на эти и другие процедуры, Коля и Саша отлично себя чувствовали в кругу сверстников. Признаются, участвовали практически во всех мероприятиях. Но вот в ответе, какой из них запомнилось больше всех, сойтись не смогли. Самое смешное было с пиратами. Мне кажется, которые там танцевали еще. Мне кажется, последнее было, которое... Партнером этой необычной для лагеря смены стал благотворительный фонд «Отзовись», который позаботился о родительском и медицинском сопровождении отряда. Уральские «Зори» соответствуют требованиям для таких детей. Потому что понятно, что дети, имеющие в анамнезе такой сложный диагноз, должны иметь возможность поставить какие-то инъекции, принять какие-то свои процедуры. Поэтому, конечно, мы благодарны этому учреждению. Оно соответствует нашим требованиям. В этом плане Магнитогорский металлургический комбинат наш учредитель делает очень много. У нас в «Уральских зарях» уже частично доступная среда сделана, то есть пандусы и так далее. И там у нас даже есть два номера, которые реконструированы полностью для маломобильных детей. То есть там были широкие проемы, там можно заехать в туалет и так далее. Сегодня в рамках федеральной программы «Доступная среда» в детских загородных лагерях усовершенствуется инфраструктура. Проходит подготовка специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, чтобы отдых был доступен всем. Юлия Черешнева, Александр Макаров, телекомпания «ТВИН». Как получить квалифицированную электронную подпись? Напомним, с января 2022 года функции по выпуску подписи возложили на ФНС России. Межрайонной налоговой инспекции номер 17 рассказали, какие документы необходимы для ее получения. Электронная подпись позволяет подтвердить авторство документа. Она нужна всем, кто сдает отчетность онлайн. Эти подписи выдаются в инспекции независимо от того, стоит ли организация на учете по месту нахождения или месту жительства индивидуального предпринимателя. Услуга предоставляется, выдача, то есть квалифицированные электронные подписи бесплатно. Выдается она помимо федеральными налоговыми органами и также доверенными лицами. На сегодняшний день у нас их три. Это ВТБ Банк, Сбербанк России и Акционерное общество Аналитический центр. Выдается она непосредственно руководителям организаций, за исключением государственных организаций, органов местного самоуправления и кредитных организаций. Также выдается индивидуальным предпринимателям и нотариусам. Для того, чтобы получить подпись в налоговом органе, заявителю необходимо лично предоставить паспорт СНИЛС-USB-носитель ключевой информации, сертифицированный в СТЭК России либо ФСБ России. Данный носитель можно приобрести в специализированных магазинах, либо непосредственно у производителя. Также сейчас у нас в налоговых органах размещены вендинговые аппараты по покупке данного носителя. На одном носителе можно иметь одну и более электронных подписей. Тех, кто уже сегодня имеет действующие сертификаты, включая электронные подписи, в налоговые, просят не ждать срока их окончания, а обращаться заранее, так как в конце года ожидается наплыв заявителей. В настоящее время налоговые органы тем заявителям, у кого нет программного обеспечения КриптоПро, они предоставляют в рамках эксперимента по выдаче электронной подписи со встроенной лицензией с КриптоПро. То есть данный программный продукт бесплатно. Ну и получается экономия в пределах трех тысяч рублей. Отмечу, что получить квалифицированную электронную подпись в налоговой инспекции можно по особому графику. В будние дни с 9 до 18 часов, в пятницу до 16.45. Юлия Черешнева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Современные технологии дарят множество возможностей. Быстрый интернет, ТВ-новинки, качественная связь. Все это стало неотъемлемой частью нашей жизни. Каким должен быть по-настоящему удобный и выгодный набор цифровых сервисов, об этом мы решили узнать у южноуральцев. Ответ на вопрос, что должен включать в себя выгодный тарифный план, оказался для многих жителей региона прост. Нужно облачное хранилище, большое и хорошо защищённое. Современные технологии, интернет оптический и быстрый, нужно всё успевать. Интернет, мобильная связь, интерактивное телевидение, онлайн кинотеатр. Всё самое лучшее по выгодной цене, это важно. По мнению южноуральцев, выгодный набор цифровых сервисов должен быть быстрым, качественным и удобным. Компания Ростелеком отвечает всем заявленным требованиям. Жителям Челябинской области провайдер предлагает несколько разнообразных тарифных планов со скидками и подарками. И вместе с высокоскоростным интернетом дарят массу возможностей для работы, учёбы и развлечений. Скорость интернета по технологии Джипона от Ростелекома составляет до гигабита в секунду. Для жителей Челябинской области мы предлагаем линейку разнообразных тарифных планов. И для любителей высокоскоростных онлайн-игр, и для тех, кому помимо быстрого интернета необходим большой объём облачного хранилища. А также для больших семей, где нужен полный набор цифровых сервисов. При этом подключение такого комплекса сервисов значительно экономит время и семейный бюджет. Ростелеком в Челябинской области строит и модернизирует сети связи по инновационной технологии оптика в квартиру. Оптическая линия защищена от погодных условий, перепадов напряжения или внезапного отключения электроэнергии. Сети обеспечивают доступ к экосистеме цифровых сервисов, домашнему видеонаблюдению, интерактивному телевидению ВИНК и другим. Важная новость. Компания Ростелеком запустила обновлённый тариф-конструктор. Тарифный план позволяет выбирать оптимальную скорость домашнего интернета, пакеты каналов интерактивного ТВ, управлять количеством минут мобильной связи, а также включает бесплатный антивирус на год для двух устройств. О новостях спорта через несколько секунд. На три дня санаторий «Юбилейный» вновь стал центром спортивной жизни всей России. Для участия в четвёртом фестивале «Легенда Урала» съехалось более 500 спортсменов-любителей из 84 городов нашей страны. Такой ажиотаж вызвала необычная спортивная программа. Её организаторы предложили попробовать свои силы в скоростном вертикальном и трейловом забегах, а также в плавании на открытой воде. Участникам необходимо было переплыть озеро Банное. Свидетелями этого экстремального заплыва стала наша съёмочная группа. За четыре года своего существования фестиваль «Легенда Урала» обрел большую популярность. Сюда приезжают семьями. Стратегия о санатории «Юбилейный» и «Абзакова» – это мультиспорт. То есть все спортивные мероприятия – это тренд на сегодняшний день. Люди за здоровый образ жизни это радуют. Поэтому мы двигаемся в этом направлении. Ежегодно мы организовываем данное мероприятие. Всегда проходит на ура. С каждым годом количество участников становится всё больше и больше. Море позитива. Всё круто. Марафонский заплыв на открытой воде для России – явление хоть и новое, но очень популярное. Подобные старты давно уже превратились в увлекательное приключение, позволяющее изучать разные уголки нашей страны. Люди заходили в воду и говорят, зачем нам Красное море, если у нас есть такое шикарное озеро Банное. На самом деле это очень красиво, когда плывёшь, ты смотришь вниз, это видишь рыб, ты видишь вот эти водоросли. Это прямо аватар. Поэтому это прямо такое увлекательное путешествие сейчас будет. Мы будем плыть и смотреть на вашу прозрачную воду. По уже сложившейся традиции в этом году спортсменам предложили проплыть на выбор 1, 2,4 километра. Дистанции серьёзные, поэтому заплыв на Банном стал ещё и своеобразным испытанием на прочность. Открытая вода непредсказуема, вследствие чего за безопасностью следило множество каякеров и спасателей на моторках. А волноваться было из-за чего. Озеро Банное – одно из самых глубоководных в России. В него впадает множество речек и ручьёв, поэтому во время заплыва его участники могли столкнуться с различными ситуациями. Однако в этом году озеро покорилось пловцам без боя. Вода в этом году очень хорошая, прозрачная, тёплая. Немножко в первой половине дистанции был ветер, немножко мешал, но во второй половине была более спокойная вода, и плыть было легче, финишировать комфортнее. Участники этих состязаний уверены. Такая встреча со стихией закаляет силу духа, помогает стойко переносить любые жизненные трудности и, самое главное, даёт возможность жить на все сто. Поэтому эти старты любители активного образа жизни назвали по-настоящему захватывающими и выразили большую благодарность организаторам за отлично проведённое мероприятие. Очень классно, хорошее место, вода прозрачная. Получили удовольствие? Колоссальное. Я выступала на ошенмэне в Греции, плавала. Плавала на аэронмэне в Сочи. Мне понравилось, что уровень не хуже 100% в плане именно качества проведения дистанции. Вот это очень хорошо. Безопасность и комфорт. Татьяна Артёменко, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Бегом по Парижу в селе Нагайбакского района состоялся шестой парижский полумарафон. Масштабное мероприятие объединило более двух тысяч любителей бега из разных регионов. Официальным партнёром парижского полумарафона выступила компания «Ситна». Пока одни сотрудники компании готовились к старту, другие угощали вкусной пастой. Прямо на территории стартового городка компания организовала настоящая паста-пати. Аппетитный обед полагался каждому участнику полумарафона. На важном для целого региона событии побывала наша съёмочная группа. Уральский Париж вновь радушно принимает гостей. В шестой раз он становится местом встречи для сотен любителей бега, которые приехали из разных регионов. Одни, чтобы бросить вызов самому себе, другие – просто увидеть Париж. Рад, что Парижский полумарафон набирает популярность более двух тысяч участников сегодня. Друзья, спасибо вам! Давайте похлопаем себе! Официальным партнёром столь масштабного мероприятия выступила компания «Ситна» – крупнейший производитель продуктов питания в Уральском федеральном округе. В ассортименте компании представлено более тысячи наименований различной продукции. Объёмы впечатляют. Только макарон в «Ситна» производят 6 тонн в час. Сотрудники компании «Ситна» тоже решили принять участие в полумарафоне и выйти на старт. Они с удовольствием поддерживают любое спортивное мероприятие, как внутри предприятия, так и за его пределами. Иркин Бузруков поставил цель пробежать 10 километров. Начиная от самого старшего начальника, кончая от самого младшего сотрудника. Все занимаются спортом, все активные. Ну, спортивная такая, большая семья, можно сказать. Поддержка здорового образа жизни и спорта – одно из важных направлений социальной политики компании. «Ситна» регулярно проводит спартакиаду среди своих сотрудников и выступает партнёром соревнований различного уровня. «Такое масштабное мероприятие для парижского села и Нагайбакс-короем мы просто пропустить не могли. Также мы узнали, что у нас сотрудники занимаются спортом и любят бегать, поэтому мы также их поддерживаем в этом направлении. Мы предоставили некоторые возможности, обеспечили им всем необходимым для мероприятия». Впрочем, в компании позаботились не только о своих сотрудниках, но и обо всех участниках полумарафона. Каждого после финиша ждала вкусная и аппетитная паста. На выбор – овощная или мясная. Прямо у подножия Эйфелевой башни компания «Ситна» организовала паста-пати. Чтобы накормить участников, ей понадобилось более 200 килограммов макарон. Попробовал блюдо и губернатор Алексей Текслер. «Большинство электронических марафонов, больших, крупных и знаковых, всегда проводятся паста-пати. И мы также могли в этом не принять участие, учитывая, что мы являемся производителями макарон. А еще самое интересное, что все, что выращено на землях вокруг, используется для производства этих продуктов питания. Мы, конечно, с удовольствием накормим спортсменов, которые нуждаются в углеводах. И предоставим, и покажем, что мы можем, и какой продукт мы можем производить. И каким продуктом мы можем накормить. Мы планируем больше двух тысяч людей накормить в рамках данного мероприятия. Этот парижский полумарафон побил все свои рекорды и по количеству участников, и по видам дистанции. Впервые в программу соревнований включили велозаезд и скандинавскую ходьбу. Завершился спортивный праздник церемонии награждения. В каждой номинации определили победителей и призеров. Компания «Сидна» предоставила подарки, а также учредила специальный приз. Продуктовую корзину и памятный сувенир получила семья Араповых. За пример командной работы, семейных ценностей и здорового образа жизни. Молодцы! Спасибо! Занимаемся спортом вместе. Дети тоже нас поддержали. Мы поддержали благодаря тому, что бегают родители. Спасибо компании «Сидна» за то, что уделили нам внимание. Спасибо большое! Возможность присоединиться к участникам и стать частью большой спортивной истории еще будет. В следующем году парижский полумарафон планируют провести в два дня, чтобы привлечь как можно больше любителей спорта и еще ближе познакомиться с культурой парижан. Ольга Аникина, Владислав Гусев, телекомпания «ТВИН». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 24 августа. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин